Свинина, говядина, телятина. Этот мясной отдел пользуется популярностью у череповчан. Товар раскупают быстро. Покупатели вряд ли обрадуются, узнав, что их, возможно, обсчитали. Весы не поверены. Раз в год, то есть эти весы до 07-18, то есть они просрочены примерно на полтора года. То есть эти весы, этими весами нельзя работать. Идем дальше. В этом отделе продавцы уверяют, оборудование только что привезли из ремонта. Голограмма имеется. На ней дата – 2017 год. Рядом еще один прибор. К нему претензий нет. Если есть у вас весы хорошие, эти весы выключаем и убираем, чтобы этими весами работать нельзя. Поверять весы необходимо раз в год. Знак о прохождении голографическая наклейка должен располагаться на видном месте. То есть потребитель в принципе праве взвешивая продукцию ту или иную, да, он праве спросить, поверен на весы или нет. То есть убедиться в том, что его не обманут по весу. Вот здесь нам продавец просто предоставил даже свидетельство о том, что весы поверены и поверены не до 24 июня 2020 года, то есть в год. По словам сотрудников рынка, единственные, кто интересуется поверкой весов череповцы – это общественники. Покупатели чашу весов не поднимают и тем более не переворачивают оборудование. Говорят, что доверяют, а зря. Главное, чтобы на нулях, а спрашивать никто не спрашивает. В ходе проверки активисты обнаружили с десяток нарушений, но тех, кто соблюдает закон, больше. У нас каждый год мясоторг, каждый год четко все проверяют 1-го числа, 1-го, 2-го каждый год и живут. Чтобы не было вообще покупателей, чтобы посетители были довольны, чтобы все у нас было хорошо, чтобы больше клиентов у нас было. А что будет, если весы, например, будут не поверены? Ну, в первую очередь наши клиенты откажутся от нашей продукции и не будут к нам ходить. Торговые точки города череповецкие активисты мониторят еженедельно на протяжении уже двух с половиной лет. Этот опыт сейчас осваивают волонтеры по всей стране. С 6 по 28 ноября в России проходит масштабный мониторинг веса измерительных приборов. Мы разработали алгоритмы, и эти мероприятия теперь идут во всех регионах Российской Федерации. Это очень здорово, направление очень нужно. Оно не менее полезное направление, чем, допустим, качество продукции, работа по онлайн-кассам и так далее. Мы не подменяем собой контроль надзорные органы. Мы, в первую очередь, помощники предпринимателям, чтобы они своевременно делали поверку этих весов. Это очень важно. За нарушение межповерочного интервала недобросовестных предпринимателей могут оштрафовать на 50 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить в два раза больше. Татьяна Жданова, Егор Плюснин. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова